Добрый день, друзья! Вы снова на канале Школа Охраны Труда. И сегодня я вам постараюсь просто объяснить все про инструктажи на примерах. Каждый из вас в жизни многократно расписывался в журнале за прохождение инструктажа. Но задумывался ли кто-нибудь, за что он расписывается и что ему рассказали, сейчас вы поймете сами. Итак, первый инструктаж, который проходит каждый из нас, это вводный инструктаж по охране труда, когда вы приходите на работу. Вы приходите в кабинет инженера по охране труда и по программе вводного инструктажа он рассказывает вам все, что вам нужно знать по этому вопросу. Начиная от правил, которые установлены в организации требований, которые вы должны исполнять. Следующий вариант инструктажа – это первичный инструктаж на рабочем месте. Его проводит начальник цеха. Все, что вам нужно знать на вашем рабочем месте, какие инструкции по охране труда он с вами разберет. Все рассмотрят вопросы, объяснит. Также непосредственно руководитель будет не позже, чем каждые 6 месяцев проводить вам повторный инструктаж. Допускается его проводить по инструкциям по охране труда, которые используют в работе работник. Какие еще бывают инструктажи? Целевой. Целевой инструктаж – это все, что не связано с вашими непосредственными обязанностями. Классический пример – это экскурсия в организацию, либо проведение субботника. Ну и такой вид инструктажей неплановый, который можно проводить, например, когда поменялось какое-то у вас технологическое оборудование, либо какой-то предстоит сложный выезд на незнакомом объекте. Вот кратко основные виды инструктажей, которые проводятся с работниками. Ну и в заключении, кто проводил инструктаж должен удостовериться, что вы его правильно поняли. Вы должны задать какие-то наводящие вопросы, чтобы понять, что вы действительно освоили материал, а не просто кивали головой и думали о предстоящем выезде, выходные на дачу. На этом все. Смотрите дальше канал. Всего хорошего и будьте здоровы!